...появление очагов отгорания на ранней стадии. В ходе подготовки тех заданий мы уже объяснили, что для нового предложения на рынок просто не существует и потребительность предоставствует понять на то, что нам необходимо. Поэтому данный аппарат является уникальным, единственным, что и в прошлом году, и в любом случае, в инфекции Российской Федерации такого аналога не существует на сегодняшний день. Уникальность обусловленной, в том числе, в инфекционных характеристиками этого приема, у нас какая-то минута, тотальность до 10 километров, она намекает, потому что помогли реальность приема в эту территорию. Проведя анализ на область, у нас Лобинарский лес составляет порядка 8 километров, поэтому такие характеристики мы можем просматривать любые леса, которые расположены на территории Термио-Посадского и Цивального района. Очень высока данный аппарат составляет от 10 до 150 метров, максимальная высота 300 метров, но на ней неужели, это тоже эффективно видно, 50, ну и чтобы нашу деревья подлазначить, ниже можно, но боимся высоты деревьев в каких-то конструкциях. А так он эффективно показывает себя, работать с плавизором от 50 до 150 метров реально видно не только человек, и не только очаги возгорания, но и даже животных, и даже человека. Легче, конечно, видеть человека, который на такой же время человек, который на такой же время подвижен, определенного аппарата этого необходимо иметь, но тем не менее приобретаемый опыт, к сожалению, он приобретает свой опыт на своей практике, потому что учителей у нас нет. Аппарат единственный. Мы первые, кто начал использовать его для спасения людей, остальные подростков использовали для других целей, более, скажем так, наверное, развлекательный. У нас первый аппарат, который именно стоит на пустыне, на пустыне сети. А нет у него возможности переносить какой-то небольшой груз, ну там 200-300 грамм, чтобы нашли человека где-то в пустыне или в лесах? Он отпустил, там бросили ему записочку, держись вдруг, помощь подходит. Данную функцию мы просматривали, но при наступке этого аппарата дополнительно каким-то оборудованием мы теряем время валюты, мы теряем дальность валюты. Получилось, что это не может быть допустим. Значит, по аппарату видно, что он, позвольте, на камеру вот у нас имеется красная, скажем так, стрелка, которая тогда определяет его место, и эта стрелка указывает направление выдвижения. Поэтому, допустим, вот это не может быть, скажем так, что в совершенствовании, которая нам присутствовала, глядя на другие аппараты, поздно потерявшись, хотя бы показать направление движения в том, как он может двигаться. Поиски людей можно разделить эту работу как минимум на три части. Поиски человека, которые глобально выявили, поиски которых хочешь, чтобы он нашли, и поиски человека, который не совсем хочет, чтобы он нашли. К сожалению, такие ситуации тоже бывают, и нам это ползнет. Это нам по практике так уже показало. И, значит, первую часть, когда человек хочет, чтобы его нашли, делю на две части. Когда у этого человека есть связь с группой спасения, с родственниками, с спасателями, это мобильный телефон. И когда у человека нет связи со спасателями, значит, даже когда у человека есть связь с спасателем, то, например, если у человека срока интима, даже, включая специальные сигналы на автомобиле, ну, сирену, на ту же самую скорую помощь спасательным автомобилем, пожарным автомобилем, человек может слышать этот сигнал, и, к сожалению, даже слышать этот сигнал, что не может быть, и там в протяжении 4, 5, 6, 8 часов. Я вам, опять же, расскажу реальные ситуации, которые были в этом году при участии в поисках. Но при этом у человека работает с моего телефона, и с ним можно разговаривать. В этом случае просто поднимаем аппарат в воздух, ейtechnicas не видно, и вы видите лес, лес справа, лес прямо, лес слева, лес сзади, куда, где человек слышит, где он находится. Мы элементарно поднимаем аппарат в воду, просто его над лесом перемещаем до тех пор, пока человек с телефоном не отметит, что он видит этот аппарат. Соответственно, зная, где он умiemeować, управляя им, зная, где он находится, этот аппарат носит ответ. Соответственно, достаточно быстро находят человек, И уже в определенную точку достаточно могут выйти навстречу и вывести человека. Это вот, скажем так, привычное дело. То, как он реально может быть качественным и эффективным. А динамик на него не будет? Динамик на него психологический фактор может сработать. Вот, представляешь, бабушке 87 лет, у неё с воздуха что-то ей сказали. С неба голос. Или предлагали фонарь белый свет. И это вот как вот, можно, конечно, посмеяться, но, опять же, нам нужно... Мы должны спасти здорового человека с нормальным голосовательским, с нормальным психическим состоянием. Ну, такие цели перед нами просто таят. Опять же, как это ни странно, это опять не смешно, когда человек проводит какое-то достаточно длительное время в лесу и понимает, что он там заблудился. Психика, ну, ну, окровенно говоря, нарушается. И мы тоже должны в своей работе эти вещи как-то предусматривать и учитывать. Я предлагаю, давайте мы не будем вдаваться в такие тонкости психологии. Значит, он эффективно позволяет искать. Единственное, что для его работы здесь необходимо как минимум два человека. Вы, наверное, видите, да? Здесь есть, как сказать, сленка для управления управлением, да? И монитор, на котором выводится информация. В то же время этой информацией может выводиться в мониторах управления. Да, в подъездное управление главы района. Ну, зависит ли я, в том числе, от погоды, да? Если необходимо, там будет сидеть оператор. Оператор, который управляет, он следит за тем, чтобы квадрокоптер летел туда, куда нужно. А второй оператор, именно, существует поезд человека. Я думаю, что мы сейчас вам покажем, и будет видно, что сначала пытались одним человеком поступить. Но это очень сложно, и будет неэффективно. И если смотрят за квадрокоптером, вы будете терять информацию по поезду. Если начинают поступить, то у нас сюда уже в первую стадницу надо вскрость упрощаться. Я могу вам еще добавить, что при каждом использовании на том, что какие-то полный ремонт, и вот этот аппарат, как вы видите, не в том числе. Я думаю, что это очень сложно. Это будет время учиться. Но каждый раз появляются какие-то нюансы, которые нам нужны. Иногда бриллианты, иногда очень бриллианты. Это просто разрезает. Поэтому в течение зимы мы его еще не купим шагуя. И за тысячу лет служило все оружие. Наверное, мы будем готовы встречать все неприятностей, и когда мы будем оказывать помощь на самом деле. То есть зимой тоже? До минус двадцати зимой. До минус двадцати зимой. Можно использовать до минус двадцати для аппаратированной плавности. Ну и понятно, что время пальцем. И вот наружная температура луна мы, конечно, мечтаем. А кто его изготавливал? Кто изготавливал его? Московской фирме частной. Отечественной производительности. А название можно сообщить? Я знаю. Здесь на нем даже вот нам оставили напоминание. Судя по всему дрон строил. А насчет ваших вопросов, что там динамик, телефон, записку. В принципе, такой вопрос рассматривался. Ну, мы не отказались от этой мысли. Просто опытная эксплуатация покажет, если он способен поднять такой-то груз. или, скажем так, манипулировать. Ведь здесь предусмотрена возможность смены элементов, которые мы используем. Можно поменять тепловизор, видеокамеру на газоанализатор и отправить, скажем, ну, не дай Бог над Скоропусковским заводом с тем, чтобы проанализировать. Так сказать, загазованность. Это тоже мы рассматриваем как вариант с тем, чтобы иметь модульный принцип. А вот этот модульный принцип. Не исключено, что его, как вы предлагаете, или какую-то записку с тем, но и не расматриваем. Но, например, пока. Это предусмотрено. Вот манипуляция расклада. Начинаем? Спасибо. От винта. Горожди, Даня. Таня. 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 У меня на цветы не может свинячься. Поэтому если мы себе удивляем, то что он не сказал, А они хотят, чтобы их нашли? Вот два человека. Возвращайся, держать не могу.